Субтитры подогнал «Симон» Могилёвскому краязнавчому музею имя Яудакима Романова 150 год. И, спадзяемся, не одно покаление могилёвцу добры знайома з ягоной тікавішими экспозициями. Мы ж пропануем познайомыць уласнаць биографии самага самавитага музея могилёвчаны, дзя калі нарадзілся, як стварауся, чым стал. Место наружыне – самая старожытная площа города. А по свеченям можно лечить протокол поседження губернского статистичного комитета от 15 листопада 1867 года, якін друковала навыд газета «Могилёвские губернские ведомости». У нас есть протоколы Могилёвского статистического комитета о том, что при комитете создаётся музей. У нас есть циркуляр, в котором прописано, какие отделы будут представлены в этом музее и будут развиваться далее. Циркуляр губернатора Беклемишева обовязал усіх особ, які займались сельско-сподаршою творчостью, промысловостью, рамёслами, прадоставят узоры деяності у музей стату правы. А празгод паширы линкерунки, выкапні за логичное гістарычное багатце, помешканні при губернском правлении становятся замало, і музей переезжает у ратушу. А тут губернью – очалю Александр Добавецкий, з яким широкая журчу Могилёву пашанцевала. І сярод справ по уладкаванню губернії, неутаймаванный губернатор открываю у 1879-м мінавіта гісторака-этнографічна музей, які значно узбагатівся экспанатами не без уключэння админістраційнага ресурсу. Напрыклад, з пропускай православны царквы, дарэчы захаваўшыся дзімны помнік архітектуры адславутага Микалая Львова, даставілі тронныя падарожная крэсла імператры Цекціаріна Другой, лі візіту да фаварыту. Але крэсла трон знік лі баслідно ў 41-м. Гісторыя гэта наперадзі. А вось легендарная саня Наполеона, у яких ён ехал прас белорусські землі під час відступленья, так само лі чилися страченами, але так б мовець наследіли у Москві. На недалній російсько-французській віставі, просвеченні двом імператорам – Александру і Наполеону. І тоді мимі ліхнула мысль, а не те ли це сані, які в 1912 році були відправлені з Могилівського музея в Москву на віставку, посвяченню столетію войны 1812 року. І з определінням, що вони повинні повинні повинніся назад, після того, як в них вже не буде потребності. І ще було одне обязательне усове. При цьому експонаті должна була бути табличка, експонуватися табличка теж, о тому, що це субстанність Могилівського губернського музея. Це все, що нам пока известно. Тоже направлення роботи. Людмила Федоровна прослужила музею 40 років, але самим цікавим лишить юбилейну навукову працю до 130 років музея, яка і на сьогодні саме грунтовне. Це було безумно інтересно. Я считаю, що тот год, 1997-й, коли я над цим работала, це самий інтересний год у мене в музеї був. Архівні документи, протоколи, каталоги, пам'ятнія книжкі, безцінний вопыт описання Могилівського губернії далі махчымыць досканалага паглабленню у гістору і легендарних здабытку і трагічних страт Могилівського краєзнавчага і право на свядженні. Та, що збиралася і в годи ще дореволюціонні, починаючи з того 1867 року, і то багато, що було собрано в музеї в 20-30-е годи, от всього цього в 1941 році музей Могилівський лишився. І на хвалі цікавності і поспіху у 1897 році у Могиліві створається другий царковно-архіологічний музей. Створальник, в'ядомий беларускій этнограф і архіолог Юдакім Раманав. І там прежні всього сабіралісь предметы церковного піхода, церковні утварі. І знов ліс по Могилівську. Мамайя махчымыць толькі паверіць на слово тагачасному краткому патівадітелю 1916-го годы. Там балі ішыты золатым і шоуком плащаніцца 1566-й год, сребраная мітра Георія Каніцкага, збор кніх 15-18-стагодзі, абразім ігілівській мастацькій школы серод їх на радженні маті Боскай Петра Юсієвіча 1649-й. Ані сабіралі с Рамановым і в то ж время он активно займался і архіологічніми раскопками, то ісі і це поступало в музей. Даречі царковно-архіологічні недалекаля Дніпра займаў памяшкання былога Бернандырськага кляштару з кастілум Святога Антонія 1720-й год пабудовы. Зачыніны ў 1864-м за сувізі з вазваленшым баўстанім Кастюся Каліновскага, памяшкання архіологічні Канчатко вазнішчыны ў 50-х, 20-х астагодзі, а ле 20-ць до Равлюцінны год там музей. І патом Могилёвський музей, да, ну, как мы бы сказали, да, историко-этнографічкі, вы иногда называли, музей Раманова, об'єдзіняцца і пасле 1917-го года соберутся всі вместе. Разам і ўжо на новым адресі, ў роскошным і самым сучасно апсталіванам на той час памяшканні былога пазямільнага банка. І тут новая, вадай, што самая дэдэктыўна таямніча старонка музейной биографії. В 1919-м году, когда пасле трагедія 1917-го года, город пришёл в себя і сумел сахраніць остаткі двух музеев, созданных до революціонных событий 1917-го, плюс, наскільки ми знаємо, сюди поступали ценності, конфискованні у правящих класів представителей дворянства в первые грустні і страшні годы пасле революцій, і всё це составило експозицію Музея по литарській культурі. І он знаходився в этом зданні с 1919-го до 30-х годів. І знову засталося тільки поверить на слово пешах крызнаучхаваданні альманах Могилёвщана номер один. Так вот, в этом первом сборниці 1927-го года того, що цього більше немає, і ми більше ніколи не і саме сенсатійно відомі, і саме замовчано відомі, історію і біографію Могилёвського музея здарувалися іменовіто тут. Мінавіта у гэтам пакої, в сейфі заховылась історічна реліквія землі беларускай. Таємніця крыжа, таємніця знікнєння адсюль ў перші дні велика і чынны духовны і матеріальні свєткі 850-гадовы гістури і наці. Зараз, як мара і надія, гілографічна ваява, і 75 год існуют толькі версії заходнія абонемецка та ісходнія абомосковська і шмат шуток ді подозренью. Я могла разговаривать з двумя научними сотрудниками того времени, які прекрасно помнили все события. Це прежде всего Филиппович іранім Іосифович. Он тогда був научним сотрудником музея в 30-е годы, ну а позже стал известним могилёвським краеведом. Іван Сергеевич Мюбович, він теж начинав як научний сотрудник музея, потім довгое время був директором його і до війни, і післе війни. Ну а коли я розговаривала з Мюбовичем Іваном Сергеевичем, у мене було таке ощущення, що рядом с ним где-то витає, ну, як би-то вам сказати, тайна креста, що вот її можна узнать, она где-то рядом с ним. Но он не отступав от главной своей линии, которой он придерживався от начала до конца. о том, що це розграбили немцы. Засканалуся професіонала Яраним Філиппович пакіну піралі каштонастів, які адвергають і скепсіс, і міфи. Ну, а не є у нас, папка 35-я, там і справка по історії музея. ці дискусіонні версії до сіх пор не розкритою, відповідь не рішен, і, наскільки я знаю, слідсінне діло не прекращено. Тут у кімнаці сейфі до 41-х заховалася нехай, що найкаштонніші, але тільки частка, 320-ти тисячній колекції, а розбуральний ліс розпочався з 30-х і на інших адресах. Для мене це, наверное, найгрустний дон в Могилєві, тому що, несмотря на свій такий радостний, замечательний вид з цими очаровательними мускаронами, з цими столь популярними ныне львами, іменно за вот цим фасадом в іюля 1941-го года погиб музей, який создавався і существував в цьому місті с 1867-го года. Сюда музей перебросили із здання крестьянського поземельного банка в 30-е годы. Экспозиційних площадей здесь було поменьше, поэтому, естественно, все ценності, які були в музей, здесь для всеобщого обазрення разміщіны не були. Яшчы одну частку унікального збору Могилєвського краєзнавчага на хвалі сарецкай атеістичны прапаганды удалося размістіць у наипрагайзейшим помніку класіцизма твору знакамітаг архістектора Миколая Львова закладзіны у 1780-м годі. В 1932-м году все-таки музей добился, чтобы ему передали здание Иосифовского собора. То есть не под склад, не под бассейн, не под зерно-овощохранилище, а под музей. Когда не трогали и панастас, когда все іконы Боровиковского были на месте, когда ангелы из этих круглых окон-люнетов смотрели на входящих уже в музей, это все было на месте. Там был первый в истории Могилёва маятник Фуко, как в Исаакиевском соборе в Ленинграде. Там был единственный, насколько я знаю, за всю музейную историю Могилёва полный скелет мамонта, собранный из фрагментов, которые были в палеонтологических коллекциях довоенного музея, собранный специалистами в Могилёве. вот по кусочкам, то, что нам так хорошо знакомо сейчас по фильмам и всяким интернетам, играм он был реальный, он стоял внутри Иосифовского собора. Конечно, сейчас это кажется, мягко говоря, странным, но мамонт олицетворял движение жизни. А життём музея по кожному пункту биографии излучено с биографией города. И гонор Могилёву стать столицей БССР у 30-х обернулся и для помнек архитектуры, и для музея початком конца. Ну, одна из легенд этой поры гласит о том, что когда чиновники приехали посмотреть на Могилёв, насколько он достоин быть социалистической столицей, в Белоруссии оказалось слишком много храмов. И вот жертвой конца 30-х годов, в принципе, по годам это очень совпадает со сталинскими репрессиями, так что жертвой был избран собор святого Иосифа Обручника. Ну, вот, сохранились слова из воспоминаний Ивана Сергеевича Мигулина, как под дулом пистолета ему сказали, что сейчас мамонт отсюда уйдёт совсем. Иван Сергеевич пытался пописать в Москву, что готовится уничтожение одного из лучших архитектурных памятников на территории БССР и ничего. Ну, а собор взорвали, другого места для правительственной гостиницы Днепр не нашлось. А лёсам же признаны уникальны Могилёвской музейной коллекции, якая сконцентровалась у гэтом будынку, кончатково распорядзілася война. Именно сюда, после закрытия и уничтожения шедевра Могилёвской архитектуры Иосифовского собора, были перевезены четыре лучших иконы на меди кисти Боровиковского, Святая Екатерина, Святой Иосиф Обрученко, другие, известные нам только по гравюрам из опыта описания Могилёвской губернии. И, судя по всему, вот эти медные доски курчались от огня за вот этим фасадом, когда музей горел. И от всего музейного собрания в 1941 году, как выяснилось уже в послевоенные годы, остался лишь слиток сплавленных монет. Это всё, что осталось от нашего музея. То есть это реальный Могилёвский музей до военной, до 1941 года. И, как сейчас на Беларуси, история снова распочинается с опосля войны. Экспонат за номером один, который числится у нас в фондух музея, вот с этого начался обновленный, возрожденный музей. Який знайшов прутылок у некольких покоях на новом адресе. Ирония Лёса. А музеи, так получается, они считаются идеологическими учреждениями, особенно музеи советской поры. Так что, когда каждая экспозиция согласовывается с обкомом партии, понятно, что там будет руководящая и направляющая линия. Но музей всё-таки открыл двери и стал принимать посетителей. И были экспозиции? Были экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, была выставка, посвященная юбилею Сталина, на которой многие, наверное, слышали, что была такая роскошная экспозиция, подарков Сталину. Сохранились фотографии, все экспонаты хранятся в фондах музея, используются в каких-то экспозициях. Это всё было здесь. То есть каждый съезд КПСС, каждый поворот в экономике, он должен сразу получать отражение в экспозициях музея. Это были фотоэкспозиции, которые делали немногочисленные сотрудники музея совместно с художниками города Могилёва. Всерот музейщику популярное меркование, что именно сами музеи обирают тех, кто отповедает гэткому послугу музейщик. Вот Иван Сергеевич, он был директором до войны. Он пережил вот этот страшный 41-й. Потом там были сложные дела, которые были связаны с первой волной расследования исчезновения креста и гибели музея. И какое-то время он не был директором музея. Но потом он снова стал директором музея и дом на Советской площади, нынешней площади Славы для музея. Уже окончательно и бесповоротно нашел именно Иван Сергеевич войны. А самые первые сборы касались именно партизанского и подпольного движения. Из-за взрослого энтузиазма вставались коллекции. И археологичные, навод мамонтовые костки зну подарил наш сошский ледняковый период. Историю космичную потрамали саправданным мясцовым метроритом звездки черный бор, подтвержденный академиками. А самым популярным экспонатом коллекции природы у 70-е лечилась двуголовая целя с Грабянева за уважем до Чорнобыля. Потом со временем здесь были созданы те экспозиции уже полного краеведческого музея, когда посетители видят не только историю Великой Отечественной войны социалистического строительства, когда он видит отдел природы, когда он видит историю от археологии до сегодняшнего дня. И вот эти экспозиции до 1977 года в этом здании были. А лет 1977 и новый пункт биографии. Старожетному буденку терминовас патрабуется рамонт. А гэтку справу, як вядома, только распачни. И для поколения могилевских школьников музей ассоциируя вот с гэтой вековой сядзибой чарованным драулянным особняком бадай адзином захававшим целгороде. И вот внутри этого особняка была устроена первая экспозиция музея этнографии. И вот в те годы, когда 13 лет не было главного музея, вот эта функция постепенно как бы восполнялась другими музеями. Вот в 81 году появляется экспозиция музея этнографии. Но в конце 90-х годов, так как коллекции этнографические наши огромные, и, конечно, музей перерос вот стены этого здания, музей переехал по адресу, поменял адрес, первомайская 8, музей этнографии, постепенно занял два этажа здания с большими буквами музей. Ну, а это здание сейчас используется музеем, как реставрационные мастерские. Алина Ветеромонт и урешти-решт завершиваются. В 1990-й музей вернулся до дома. Как я люблю говорить, дом с загадками. Вы подходите, видите, три этажа, а в 18-м веке было два. А если вспомнить подвал, это еще один этаж. А на сегодняшний день люстра у нас висит на четвертом этаже. То есть здание этого дома, куда музей вселился осенью 1961 года. Он и стал, и уже, наверное, хочется верить навсегда, станет домом, где живет история в формате краеведческого музея. Алия история не существует без биографии Яеру Плюцу. Як и краезнавство Могилёвщины щиро лечусь участники без постати Яранима Филипповича. Вот это хроника Могилёва, которая считалась потерянной. которую он обнаружил, работая в Ленинграде, в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова Щедрина в 1968 году. Среди польских документов ему принесли совсем тоже ветхую рукопись. И вот именно она оказалась хроникой Могилёва. И наш Ираним Иосифович долгих, если не изменяет память, 8 месяцев бросив работу, переписывал от руки вот эту хронику. И вот эта рукопись этой хроники Филипповича хранится у нас в музее. Это разрушение истории города. Разрушение истории города. Здесь он разложил её по папкам. То, что было разрушено в период 1941-1944 годов, 39, 79 и 74, 1974, 78. Именно что меня здесь привлекло в этой последней папке, что эти все здания, строения Могилёва разрушены с разрешения вышестоящих наших могилёвских товарищей, чиновников, которые возглавляли. Здесь же и ратуша, и многие дома. Это и Первая Советская Аптека, где сейчас находится аптека. Довольно интересный домик. И все дома по Первомайской, где сейчас застройка так называемой Китайской Стены. Вот это всё здесь можно будет просмотреть. Это всё, что осталось от Изуйского коллегиума, где сейчас у нас музей на шитнографии. Даже строители вспоминали, если где-то что-то рушилось именно в 50-е, 60-е, 70-е уже ни у кого не вызывало удивления, потому что он всегда был в любую погоду с фотоаппаратом на том месте, где вот это всё было. И у нас даже есть коллекция кирпичей, которые собрал Иероним Иосифович из разрушенных зданий, из Уитского коллегиума, и Богоявленского собора, много-много чего. Они прям подписаны. Это как вещественное доказательство того, что эти здания были. Это то, что касается скажем так древнейшей истории города Могилёва и создание на территории Могилёва замка. Здесь и схема, составленная самим Филипповичем, и всё, что он нашёл, и про замчище, и про замок. Можно оценить этот труд? Я думаю, что оценить труд просто невозможно. Он огромен, многогранен, и ещё, по-моему, до конца не изучен. И ещё листать, листать, изучать, изучать. И это только частка фонда музея, колька стяких зновно ближается до 300 тысяч. Зяки складаются больше за 20 коллекций о працаванных, о санцаванных, без коцца попауляльных и удосконаленных музеющиками. А о 20 залах экспозиции для нас, затя кауленных наведельников, вся история края доздаяць зусім неда у них падей, што ўжог история. И ці можна лечыць сябем агэлюцами без веданья гэты нашей биографии, для якой мы докрануліся толькі што адресна. бхаг fam ёлті толькі ёлті бхаг ёлті ёлті Субтитры создавал DimaTorzok